Во время работы над фильмом «Сестры» 1986 года подменник Алхапури познакомилась с Продипом Шармой, также известным как Туту Шарма, который был продюсером этого фильма. Они встречались очень недолго, всего пару месяцев, но эти отношения оказались серьезными, под Минни и Туту решили пожениться. Однако возникло очень серьезное препятствие для них. Влюбленные оказались из разных каст. Касты в Индии вовсе не отменены и не запрещены, как часто пишут во всевозможных источниках. Наоборот, все касты Индии пересчитаны и перечислены в приложении к индийской конституции, которая так и называется таблица каст. Итак, под Минни Калхапури принадлежит касте брахманов, высшей в кастовой иерархии Индии. Продип Шарма, ваш я, это рабочая каста. Родители под Минни, ее бабушки, дедушки, ее близкие родственники были против брака с человеком из низшей касты. Вот слова самой под Минни. Мои родители ни на секунду не были согласны с моей свадьбой с Туту, потому что он происходит из низшей касты. Я пробовала все возможное, чтобы убедить их, но в конечном счете у нас не было другого выбора, кроме как пойти против их воли. Все возможное для убеждения родителей под Минни был и Метхун Чакраборти. Метхун Чакраборти знал под Минни Калхапури давно, работал в ряде фильмов и был с нею в очень хороших и дружеских отношениях, когда разгорелся семейный скандал по поводу предстоящего брака, под Минни первым делом обратилась к Метхуну. Он человек знаменитый, авторитетный и брахман аристократического происхождения. Метхун своей давней подруге не отказал, тем более, что она была ему дважды подруга. Самый близкий друг с юности Метхуна Шакти Капур 4 года, как был женат на старшей сестре под Минни Шиванги. Но вот как раз дружба Шакти все в представительстве Метхуна испортила. Шиванги вышла замуж за Шакти, тоже против воли родителей, просто сбежав от них. И помогал в том браке все тот же Метхун Чакраборти. Он всячески поддерживал любовь Шакти Капура и был свидетелем с его стороны на их свадьбе Шиванги. Потому, когда Метхун пришел к родителям под Минни Калхапури с уговорами понять любовь дочери, те встретили его сватовство в штыки. С Метхуном были вежливы, но холодны и враждебны. Мол, опять он вступает против их воли. Родители Прадипа Шармы тоже не были рады подобной свадьбе. Они посчитали, что если родители под Минни против, да еще по такой причине, разные касты жениха и невесты, они тоже не должны быть зам. Ситуация накалилась до предела. Под Минни была в отчаянии. По ее словам, если бы не поддержка Метхуна, она бы наделала каких-то страшных глупостей. Только то, что такой человек, как Метхун, всегда осуждал отношения между людьми с позицией каст, только то, что он сам женился, невзирая на низшую касту своей жены, придалось силы под Минни Калхапури принять правильное решение и настоять на своем. В общем, у под Минни Калхапури и Прадипа Шармы не было другого выхода, кроме как жениться по своему выбору, хоть и против воли родителей. Пара поженилась в доме Ашока Такири, в присутствии нескольких близких друзей, Ишиванги Шакти. Свидетелем со стороны невесты был Метхун Чикраборти, как самый уважаемый человек из близких друзей под Минни. И она всегда говорила, что мудрая и правильная поддержка Метхуна Чикраборти во многом удержала молодых и их родителей от открытой ссоры. Позже родители с обеих сторон узнали о свадьбе, они постепенно примирились с реальностью. У меня нет никаких сожалений о своем решении, но я никому не желаю пройти через это. Родители должны быть внимательнее к детям и дать им право выбирать собственного спутника жизни. Так обо всем рассказала под Минни позже. После свадьбы под Минни и Прадиб улетели в Джайпур, чтобы получить благословение родителей Туту, а потом поостыли и родные под Минни. Но прием Бомбея для гостей из киноиндустрии был устроен только через месяц. Метхун был на этом приеме очень красивый и элегантный, но опять один без жены или спутницы, как и на свадьбе под Минни.